Россия стремится к уравню экономики Ирана и Северной Кореи? Почему россиянам больше не нужны социальные выплаты? И правда ли, что Британия поможет Украине вернуть Крым? Об этом поговорим с экспертом Совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым. В последнее время и Путин заявил о том, что Россия, собственно говоря, никогда и не отказывалась от переговоров. Да, в принципе, вообще переговорный трек в их публичных высказываниях занимает достаточно серьезное место. Плюс ко всему, плюс ко всему, четкий признак того, что они-то по большому счету уже не только готовы к переговорам, но и хотят их, это действия российской пропаганды. Как всегда от обратного. Вот три основных кита, на которых сейчас горцует и Скобеева, и Соловьев, и все остальные, это первый кризиса в России нет. Второй, Путина и Россию не удалось изолировать на международной арене. Третий, киевский режим терапит поражение на фронте. Вот давайте мы с вами сейчас по всем этим китам с гарпунами-то и пройдемся. Начнем с самого близкого, наверное, каждому российскому зрителю, который нас сейчас смотрит. Это экономическое состояние, это кризис, в который Россия входит, но причем входит уже достаточно давно. Насколько глубоко она в него вошла и что мы можем ответить каждому российскому зрителю, который говорит, да чем у меня нормально все, греча в магазине как была, так и есть. Кура тоже ездил в Турцию отдохнуть, получил стулом по голове, все нормально. Итак, начать нужно с того, что у нас есть два нарратива, которыми мы можем эту аргументацию ломать. Первый нарратив, он смотрит на перспективу. Второй нарратив, так называемый нарратив упущенных возможностей. Начнем с первого, смотрим на перспективу. Хорошо, пока что Россия держится. Пока что у них есть определенные лазейки через Центральную Азию, через Ближний Восток, через Турцию, как обходить санкции. Некоторые россияне могут даже выезжать в Турцию. Кто-то может купить себе что-то дорогое покушать или дорогое поездить, дорогое поносить. Хорошо, внутреннее производство вроде как пытается закрыть какие-то бреши. Отлично, ну а дальше-то что? В формате осажденной крепости можно существовать год. В формате осажденной крепости можно существовать два года. Но современная экономика, вообще современная международная система не предусматривает существование стран в абсолютно закрытом виде. И у нас есть чудесный пример, Северная Корея. То есть, сколько бы ни говорили о так называемой идеологии Чучхе, то есть идеологии полностью закрытой экономики, которая себя обеспечивает, давайте не забывать, что 98% внешнеэкономической активности Кореи это торговля с Китаем. То есть, не может одна страна полностью закрыться от мира, от технологий, от всего и чувствовать себя отлично. Ну, окей, вы можете пойти по пути Северной Кореи, но не забывайте, это голод каждые 2-3 года. То есть, только у вас не удается урожай. Ну, вспомните, что такое средневековье. Не удался урожай, было мало дождей. Да, вариант Ирана, да, это не такой жесткий голод, как в Северной Корее. Это воровство технологий, это создание беспилотников на основе реинжиниринга, да, то есть восстановление того, что они смогли подобрать в поломанном и подбитом виде. Хорошо, отлично, но насколько иранцы имеют доступ к нормальному высокоскоростному интернету? Насколько у иранцев есть выбор от хороших, правильных продуктов, будь то домашних продуктов, будь то машин, одежды, чего угодно? То есть, хорошо ли живется Иран, условно говоря. То есть, вы, как бы вы ни старались, но закрытая экономика, она попадает на вот эту градацию между Северной Кореей и Ираном, как самым плохим и самым относительно хорошим вариантом. Если раньше Россия могла думать о том, чтобы сравниться по уровню дохода, по уровню жизни там с Соединенными Штатами, с Францией, когда были разговоры о том, что вот российская продукция выходит на какие-то новые рынки, то сейчас ваше окно возможностей это где-то между Северной Кореей и Ираном. Ну, согласитесь, звучит абсолютно плохо, особенно для так называемой великой страны с сильной экономикой. Поэтому, если смотреть на перспективу, все выглядит не так уж радужно, даже несмотря на то, что прямо сейчас каких-то адекватных проблем нет у населения. Вот есть еще один аспект, о котором они все чаще говорят, да, причем говорят в основном пропагандоны. Говорил даже безневинно посаженный наш конку Гиркин, да, о том, что необходимо страну переводить на рельсы военной экономики. А перед этим все они говорят о том, что необходимо проводить новую мобилизацию. Окей, давайте посмотрим, к чему приведет новая волна мобилизации. Условно говоря, да, там еще 300 тысяч или 400 тысяч человек, мужиков, а это 600 тысяч рук, которые пропадают из экономики. Абсолютно верно. То есть, ладно, уже не будем говорить о моральности. То есть, российское население, особенно российское руководство, показало, что моральность не является каким-то параметром в их как международном, так и просто межчеловеческом общении. Хорошо, забыли на это. Но смотрите, вы всю жизнь говорили о том, что вы, если уж там не технологический, то вы агрогигант. Что бескрайние просторы России, это же все пшеница, что вы потенциал, что вы готовы спасать Африку, что вы готовы там кормить полмира, забудьте об Украине и так далее и тому подобное. Так почему же в этом году урожаи упали на 30%? Почему все большие промышленники, сельскохозяйственные, российские говорят о том, что у них не стача кадров почти в 60%? Где ваши комбайнеры? Где ваши пахари? А, так они уже удобряют украинскую землю, потому что ваша власть решила, что зачем человеку, зачем мужчине работать, когда ему можно умереть за режим? То есть, понимаете, смерть близких это не новая лада калина, это не новая какая-то белая машина или выплаты гробовых, которые вам помогут заплатить кредиты. Это потеря для экономики, это потеря для рабочих мест, это потеря рук, которые могут поднимать вашу страну. Вы же мечтаете поднять Россию с колен, а кто ее будет поднимать, если все подниматели погибнут на фронте? А чем для экономики вообще страшно на самом деле перевод ее на военные рельсы? Ну, пример Советского Союза, он, мне кажется, достаточно показателен в данном случае. Страна, которая сколько там, 50 лет жила с экономикой на военных рельсах? Абсолютно верно. То есть, что такое перевод экономики на военные рельсы? В первую очередь, когда страна начинает думать о геополитике, когда она начинает заниматься войной, страдают социальные выплаты. Это пенсии, это выплаты по безработице, выплаты на детей, это бесплатное образование, это бесплатная медицина, это инфраструктурные проекты. То есть, все, что нацелено на обеспечение нормальной жизни общества, начинает урезаться. Почему? Потому что общество уже до этого убедили, что нельзя сейчас жить хорошо в раку ворот. Не время сейчас в больницу ходить, война нынче. Потому что все доктора или на фронте, или нам просто некого научить быть доктором в условной провинции, условной Твери. Это первый аспект. То есть, падают все социальные выплаты. А с учетом того, что российское население находится в топ-30 самых старых населений, то есть, тех, где пропорция между работающим и неработающим населением очень в сторону неработающего, то это вообще отдельная проблема. Это первый аспект. Второй аспект. Урезаются все перспективные проекты. Это не только касается науки и техники. Урезаются проекты энергетические, урезаются инвестиционные проекты. Уменьшается трата денег на регионы. Потому что зачем тратить на регионы, если, скажем, в случае полномасштабной атаки от этих регионов ничего не останется. То есть, второй аспект. Вы теряете вообще перспективу развития. Вам приходится оставаться на месте. А в современной системе ты или деградируешься, или развиваешься. Ты не можешь стоять на месте. Вы упомянули инвестиции, Саш. Хорошо. По поводу инвестиций. Пекство западных компаний, которые, собственно говоря, и были вот этими инвесторами в американскую экономику, оно, насколько я понимаю, продолжается. Оно сначала было галлопирующим, сначала оно было повальным и практически истеричным. Сейчас, насколько я понимаю, это уже такой уверенный, медленный и просчитанный выход. Абсолютно верно. То есть, даже пример тех компаний, которые проявили определенный, ну скажем так, циничный прагматизм и оставались на рынках Российской Федерации, даже они сейчас планируют выходить. Хороший пример это компания Якобс, которая все-таки решила ребрендинг устроить для своей продукции на российском рынке. Она ее переназвала, она передала ее на попечительство другим компаниям местным, и за последний год они потеряли почти 200 миллионов долларов. То есть, даже те компании, которые пытались обойти санкции, которые пытались закрыть глаза на то, что делает российский режим, они видят, что, ну просто население не может покупать их товары. То есть, вопрос не в том, что есть внутренняя конкуренция, что условно там Ростехсельмаш кофе какой-то вкуснее, чем растворимый кофе Якобс. Они просто верят, что население не может это покупать. И это, кстати, как раз о том, о чем мы с вами говорили, падение социального стандарта, падение выплат, которые дают возможность населению хоть что-то покупать. Мы видим, что Россия еще в прошлом году начала национализацию. То есть, почему-то без каких-либо адекватных объяснений, без даже судебных процессов нормальных, российская власть решила национализировать заводы транснациональных компаний, международных инвесторов на своей территории. Теперь эти заводы работают полностью в угоду военным возможностям Российской Федерации. То есть, условно, если вы имели завод, который производил машины на территории Российской Федерации, поздравляю, через несколько месяцев его у вас не будет, и он будет производить вазики и уралы, на которых российские солдаты поедут на фронт. Был пищевой завод? Хорошо. Теперь он будет создавать те самые сухпайки, на которых российская армия пыталась въезжать в Украину. То есть, на самом деле, эта угроза сопоставима с тем, что было в 1917-1922 году, когда сначала республиканская власть пыталась начать национализацию, а потом уже советская власть продолжила это и укрепилась. Но давайте вспомним, что тогда Запад реагировал намного жестче. То есть, вспомним, как это называли в Советском Союзе, интервенцию альянтов. Как, например, в Южной Украине, так и на Дальнем Востоке, когда Япония пришла защищать свои активы. То есть, россияне очень любят исторические аналогии. Ну так, давайте их для них проводить, а не потому что не всю историю хорошо помнят. Если подвести итог под всем этим китом, под всем этим паттерном поведения российских пропагандистов, которые поднимают на знамя фразу «никакого кризиса в России нет». Если это легко подытожить, никакого кризиса в России нет, пока у Путина не закончатся деньги. А деньги у Путина заканчиваются очень быстро. Не забывайте, что 70% золотовалютного резерва России до сих пор заморожено за границей. Более того, 20% из этого резерва заморожены в Китае. Даже Китай не хочет вам отдавать ваши деньги. И об этом стоит задуматься. Ведь деньги, если их не зарабатывать, рано или поздно не заканчиваются. Ну и плюс ко всему, насколько я понимаю, насколько я видел последние цифры, бюджет Российской Федерации уже сейчас, через полгода, чем больше, чем через полгода, 2023 года потратил все деньги, которые в бюджете были заложены на, собственно говоря, проведение специальной военной операции. Словно говоря, на войну, если говорить прямо, без икивоков. То есть за полгода они потратили все, что рассчитывали потратить за год. Абсолютно верно. И эти деньги нужно где-то брать. Если их нет во внешней торговле, потому что там доходы упали в разы. Если их нет в какой-то поддержке со стороны союзников, потому что союзников не осталось. Единственное, у кого можно забирать деньги, это у населения. Через налоги, через поборы, через ПДВ, через что угодно другое, через вырезание программ. Через инфляцию, опять же-таки, насколько я понимаю. Абсолютно. Поделение курса рубля. Видите, у нас с вами вышла очень такая хорошая выхолочная система, когда все, что мы говорим, оно действительно в конце привело к одному и тому же. У россиян заберут их деньги. Потому что просто не на что больше воевать. Поведение ЮАР и поведение Ромофоса, который очень четко, мне кажется, заявил, ну причем даже грубо, насколько я понимаю, если говорить о международном дипломатическом этикете, о том, что нам не нужны дары. Да, мы приехали за совершенно другим. Да, мы приехали за продолжением зерновой сделки. Что это? Это чистая экономическая выгода или это тоже чисто африканское желание пнуть и получить свой кусок мяса из уже издыхающего, не льва, а скорее бекемота? На самом деле так и есть. То есть Ромофоса, как и вообще руководство Южноафриканской республики, они понимают, что им нужно одновременно балансировать в нескольких форматах. Во-первых, они очень зависимы от Китая. И потому напрямую присоединиться к западной коалиции, давить на Россию они не могут. Но при этом Китае очень выгодна зерновая сделка, и потому заявить о том, что они хотят ее поддержать, это абсолютно ликвидно, правильно и будет поддержано их союзниками. С другой стороны, все-таки Южная Африка до сих пор имеет очень большие, в том числе экономические контакты с Западом. И отсюда, кстати, произрастало решение того, что они попросили Путина не приезжать на саммит в Южную Африку. И вообще пытались отказаться от этого саммита, потому что зачем им эти проблемы, когда они и так балансируют между Китаем и Соединенными Штатами. Это второй аспект. Третий аспект, это действительно внутреннеафриканский аспект. Как мы видели, Ромофосса имеет претензии, имеет амбиции стать лидером Объединенной Африки, лидером Африканского Союза, продвигать общие какие-то идеи, возглавлять делегации международные и так далее и тому подобное. То есть с любой этой стороны более активная позиция по зерновому коридору является для Ромофосса выгодной. И более активная позиция вообще против России также ему пока что сойдет с рук. Если опять же таки вспомнить поведение Китая, который никоим образом открыто никогда не выступал на стороне России, да, заявлял о великом сотрудничестве, но и о том, что, условно говоря, у нас есть интересы и в других частях мира. А вспомнить позицию Китая по поводу зернового коридора и о том, что сгорело 60 тысяч китайского зерна, которое было уже куплено и проплачено Китаем в Одесском порту. Вспомнить поведение африканцев и вспомнить Саудовскую Аравию. Как мы можем подвести итог нашему блоку по международной изоляции Путина, которое, по словам, например, той же Скобеевой, не случилось? Несмотря на все желания России сотрудничать с африканцами, с Ближним Востоком, несмотря на то, что Россия пытается продолжать вот эту советскую тему про Москву, которая спасает там голодующих и страждущих и так далее, и то подобное. Наши ребята воюют за свободу Африки, да. Абсолютно. Африканцы чудесно понимают, что Россия токсична. Африканцы чудесно понимают, что с тем же Китаем, с Западом даже, у них намного больше перспектив. То есть Россия не может предложить Африке того, что Африке, точнее, не может предложить Китай. И чудесным подтверждением этому стал саммит Россия-Африка, куда приехало в три раза меньше стран, чем Путин планировал. То есть приехали только те, кто или зависим от России, или те, кто под угрозой ЧВК Вагнер, который находится на их территории. Поэтому, что мы можем сказать? Россия становится нерукопожатной даже для тех, у кого она пыталась эту рукопожатность купить за счет зерна и за счет дотации. Вагнер, если упомянули, давайте перейдем тогда к военному блоку, Саш. Частные военные компании. Сейчас в России, насколько я понимаю, губернаторы не просто получили право, но и не дожидаясь, собственно говоря, опубликования указа Путина о том, что оружие можно раздавать местным военизированным подразделениям, в Белгородской области мужикам уже раздали оружие. А может ли это привести к созданию каких-то дополнительных частных военных компаний, а-ля Вагнер, и к соответствующему их влиянию, хотя бы в рамках каждого своего региона, или же вообще на общероссийском уровне? Условно говоря, может ли появиться новая ЧВК Вагнер, ЧВК Редут, которая может влиять на общероссийский уровень? На самом деле мы уже видим появление таких компаний. Ну то есть вспомнить ту же ЧВК Факел, которую организовал Газпром, вспомнить тот же проект К, который организовывается под эгидой Министерства обороны, ну даже самомобилизация так называемая, которую проводил Кадыров еще там в середине прошлого года. Так или иначе, но мы видим те процессы в России, которые в теории международных отношений называются медиавизация, то есть возвращение в средние века. Мы видим, что есть условный царь московский, Путин, и есть целый набор губернаторов, генералов, отдельных влиятельных людей, олигархов, которые условно являются его вассалами, которым он проплачивает за верность, за то, что они готовы вести вместе с ним войны, готовы вместе с ним рисковать, а при этом они получают от него власть, влияние и плюшки. Но в тот момент, как это было в средневековой Европе, как это было даже в средневековой Азии, когда власть Сюзерена Центрального становится все слабее и слабее, эти региональные лидеры начинают понимать, что может наступить два сценария, или же они станут неугодны своему собственному населению, а монарх не сможет их обеспечить протекцией, и им нужно будет как-то выживать и защищать себя, или же Сюзерен станет настолько слабой, что настанет момент борьбы за власть. И это будет тот момент, когда нельзя будет упустить свой золотой шанс побороться за Центральную Корону. И, соответственно, накопление местных сил, накопление местных воинских подразделений, будь то ЧВК, так называемые территориальные обороны или каких-то других вне ведомственных формирований, это просто показатель того, что все готовятся к большому хаосу. В какой форме будет этот хаос, непонятно, но это вот классическая война баронов, которая в Англии проходила каждые 20-30 лет. И вот теперь она вернулась в Россию. Между прочим, насколько я помню, Ахмед Закаев выступил недавно и сказал, что предоставление кадыровской части Росгвардии, предоставление кадыровцам тяжелой техники, танков, пушки и все остальное. А чеченцы, рассматриваю, но чеченцы это имеются в виду, те ночхэ, которые воюют на стороне Украины. Те чеченцы, которые воюют на стороне Украины. Так вот, он оценивает это очень и очень позитивно и говорит, да, прекрасно, пусть у нас будет тяжелое вооружение тогда, когда нам это пригодится, нам это понадобится. Это, по-моему, продолжение того, о чем мы только что говорили. Абсолютно. То есть те, у кого есть деньги, у кого есть влияние, они понимают, что просто стрелковыми батальонами или отдельными группами спецназа уже не обойтись. Ситуация с Вагнером, с маршем Пригожина на Москву чудесно показала, что российская власть готова применять против вас авиацию. И вам нужно быть, например, уже с технической точки зрения, вам нужно быть готовыми защищаться от авиаударов и избивать авиацию федеральных войск. Будем это так называть. Да, ну и плюс ко всему, да, те лидеры национальных движений, которые, ну, наверняка в России есть, просто они находятся под толщей воды и очень глубоко законспирированы, просто потому что их не может не быть, потому что там в случае, когда, например, у нас есть Татарстан, я уверен, что есть татары, которые думают о независимости Татарстана. Это свойство человеческой натуры. Да, желать большего и желать свободы в тех условиях, в которых их поставила Россия. Так вот, для них это тоже позитив. Они понимают, что когда появляется вооружение у таких национальных батальонов, да, и у национальных ЧВК, да, ЧВК, которые подчиняются главе того или иного региона, то это всегда хорошо для будущей национально-освободительной борьбы. Абсолютно верно. Но тут также нужно и помнить, что Путин уже становится все более и более праноидальным и недоверчивым к этим подразделениям. То есть, ситуация ведь с Пригожиным была какая. Когда они пошли на переговоры, всю тяжелую технику Вагнера передали под управление Минобороны. Да. И тут возник очень интересный казус. Когда с точки зрения банальной военной логики, в тот момент, когда как раз украинские войска прорывали их оборону под Бахмутом, логично было бы передать всю эту технику, которая как раз была из-под Бахмута выведена, как раз в боевые части. Но техникой была передана в Росгвардию, генералу Золотову, личному цепному псу режима, который верен Путину больше, чем самому себе и своему отражению в зеркале. То есть, все эти малые объединения, они должны понимать, что Путин свою личную армию уже вооружил тяжелой техникой. И потому, как мы с вами говорили до этого, простыми стрелковыми батальонами тут уже точно не обойтись. Если говорить о ситуации на линии фронта, один из главных тезисов, которые сейчас они продвигают из всех своих ртов, это тезис о том, что украинское контрнаступление провалилось. И Украина в связи с этим, киевский режим проигрывает войну. Достаточно любопытное заявление, даже если просто посмотреть на линию фронта и количество освобожденных территорий, и на динамику этого процесса. Но, тем не менее, как и в чем изменилась вооруженная сила Украины за эти полтора года войны? Вооруженные силы Украины надо начать с того, что стали самой боеспособной армией Европы. С претензией на вхождение в топ-5, в топ-3 даже самых боеспособных армий мира. Наша армия имеет уникальный боевой опыт не просто сдерживания сил, но и победы над вооруженными силами страны с ядерным потенциалом. Поэтому во всех плоскостях украинская армия сейчас является уникальной. Сколько было изобретено о новых типах ведения боевых действий, сколько отдельных аспектов, очень важных для современной войны, впервые было задействовано именно украинскими воинами. То есть, ну, мы должны говорить очень прямо о том, что сейчас украинская армия является уникальной боевой машиной с невероятным опытом и с опытом успешным. Не просто с опытом борьбы, но с опытом успешной борьбы и побед. Поэтому в этом плане российская армия в то же время никак не изменилась. Да, они стали перенимать у украинцев опыт взаимодействия с дронами. Они стали перенимать у нас очень много моментов именно вот этой войны, войны в небе и даже войны на море с использованием дронов. Но не более того, не изменилось ничего в системе командования, ничего в самой природе управления и в том, какое взаимоотношение внутри российской армии присутствует. То есть, они провели косметический ремонт с надеждой на то, что это будет такой же капитальный евроремонт, как провела ЗСУ. Ну и то, насколько я понимаю, это не они провели косметический евроремонт, а это вот сами там чмони разных разных уровней командования на самой линии фронта. Они сами пытаются своими силами проводить вот этот вот некий ремонт системы управления армией России, да, системой взаимодействия между разнообразными частями. Они это пытаются делать на своем местном местечковом уровне, да, на уровне тактическом, назовем это так. Но на стратегическом уровне ничего не поменялось и не может, по большому счету, поменяться. Об этом говорят военные эксперты. Абсолютно. То есть, российская армия остается такой же централизированной, такой же иерархической и направленной наверх по иерархии, как была советская армия, как, возможно, даже была имперская армия. И вот отсюда, кстати, возвращаясь к вашему первому вопросу, почему они продолжают развивать нарратив о том, что наше наступление провалилось и никуда не двигается? Потому что мы не действуем, как они. Для россиян наступление это до сих пор вот эти советские фильмы, когда встал командир, из окопа поднял, и в штыки пошла атака, и этими штыками... За Родино, за Путина! Да, и они там этими штыками режут танки, не знаю, какие-то супермены, 28 подфилотцев и все остальное. Для них вот это успехи. Они не понимают, как мы работаем. Мы работаем по абсолютно другим образцам. Это натовская тактика с украинским флером, с украинской красивой импровизацией и инновацией. Они не понимают, как можно малыми соединениями в 10, 20, 30 человек отбивать целые села. Они не понимают, как можно при поддержке 15 дронов действовать всего два танка и действовать так же эффективно, как танковый взвод. То есть, они не видят картинки, как украинцы встают из окопа в штыковую атаку, потому и думают, что никакого наступления нет. И они очень сильно ошибаются. Если говорить о российском наступлении, сейчас они много начинают опять говорить и поднимать волны по поводу того, что вот как в середине августа Россия-матушка будет, вот снова перейдет в полномасштабное наступление. Видите ли вы вообще в принципе для этого хоть какие-то основы? Мы понимаем, что мы с вами не военные эксперты, но тем не менее много и обильно читаем на эту тему, как и все украинские обозреватели. Так. На самом деле, что нужно России для того, чтобы перейти вот в это самое наступление? Россиянам, по сути, нужно попробовать повторить то, что они сделали в первый месяц. То есть, им нужно, чтобы украинцы были вообще не готовы ни к чему, чтобы у нас не было разведки, чтобы мы не верили в то, что это произойдет, и чтобы у них было, опять-таки, 300 тысяч человек, концентрированных на двух ключевых направлениях. Да. Опять так не получится. Как бы мы не занимаем новые территории, просто оставаясь там и пытаясь двигаться вперед. У нас отличные оборонные рубежи, построенные как на севере Украины, так и на тех территориях, которые мы освобождаем на востоке. У нас отличное сотрудничество как с западными разведками, так и, в принципе, работа украинской разведки абсолютно уникальна. Ну и потом, с технической точки зрения у русских, очевидно, не хватает техники, особенно современной техники, для того, чтобы оперативно организовать такие ударные группы. Потому что та операция, которую они проводили в первые месяцы войны, вот очень много моих западных коллег, военных экспертов, говорили, что это было полное воссоздание Корсунь-Шевченковской наступательной операции в 43-44 годах. И, по сути, ну что это было? Это большие колонны бронетехники при поддержке мотопехоты, которые наступают вперед, и только потом за ними идет артиллерия, и авиация обеспечивает только малое прикрытие. Откуда они опять смогут взять такой мощный живой кулак профессиональных солдат, для того, чтобы опять вознождать эту операцию? Пока такого потенциала нету. А по-другому, ну как мы видим сейчас, они просто не умеют воевать. Если подвести итог, опять же таки, отвечая на один из главных нарративов, которые сейчас используют российские пропагандоны, украинское контрнаступление провалилось, даже сам Путин сказал, что украинское контрнаступление провалилось. Если украинское контрнаступление провалилось, почему украинцы не хотят говорить о мире? Если украинское контрнаступление провалилось, почему призывной возраст повысили на 5 лет? И резервистов хотят дольше оставлять в резерве. Если украинское контрнаступление провалилось, почему украине до сих пор дают оружие? То есть, как бы, этот нарати, этот месседж, он противоречит вообще всему остальному, что говорят на федеральных каналах. Если украинские контрнаступления провалились, то почему российские, из чата Россия продолжают выходить украинские села, поселки пока что еще, а дальше будем надеяться и до городов дело дойдет. Абсолютно. Еще один последний вопрос. Вот сейчас у них в последнее время поднимается тема, Скобеева неоднократно это поднимала, да и Соловьев, по-моему, тоже, о том, что британцы заявили, что две тысячи украинских спецназовцев проходят обучение в Великобритании для того, чтобы захватить Крым. Ну, вообще, в принципе, параноидальная достаточно идея о том, что две тысячи даже самых суперспецназовцев могут захватить Крым в нынешней ситуации, но тем не менее. Для чего они это делают? Что вы видите за этим? Это, опять-таки, повторение любимого шантажа россиян. То есть, для них Крым, они создали образ сакральности Крыма, в которой, к несчастью, поверили некоторые наши западные партнеры, что якобы, вот ладно Донецк, ладно там Луганск, ладно Белгород-Воронеж, но вот Крым, это вот никогда, это ни при каких условиях. И поэтому каждый раз они пытаются показать, что якобы Украина готовится идти на Крым. А тут мы вспоминаем заявление Медведева, Володина и всех остальных клоунов режима о том, что вот только первый украинский солдат ступит на территорию Крыма, все, это ядерная война, ни при каких условиях мы не будем сдаваться, только ядерка. То есть, это попытка продолжить их ядерный шантаж, это попытка сконцентрировать внимание, как украинское, так и, собственно, российского населения на том, что Крым никогда сдан не будет, что бы там украинцы не пытались сделать. Но, опять-таки, это просто пропаганда. Крым – это Украина. Россиянам давно пора паковать черные мешки, убираться с полуострова обратно на свои болота. Иначе их настигнет судьба экипажа крейсера «Москва». Субтитры создавал DimaTorzok